Главный цвет нового курортного сезона – белый. Навесов стало больше, пространство под ними немного разрядили, проложив такие вот своеобразные улицы. Символические ограждения, с одной стороны, оставляют ощущение индивидуального пространства, с другой – не создают нагромождение. То, что на пляже стало свободнее, заметили те, кто приезжает в Анапу отдыхать постоянно. Семья Ровенских из Санкт-Петербурга здесь уже пятый год подряд. Понравилось, вот красивые раздевалки, очень просторно. Не видим бассейна, который стоял вот здесь, не видим вот этих аттракционов, на которые никто, кстати, дети не заходят в аттракционы. Для нас очень приятный сюрприз. Урны нового образца. Ими будут постепенно заменять те, что установлены сегодня. На стендах – вариации на тему нового бренда курорта. Торговые павильоны также выдержаны в едином стиле. По сравнению с прошлым годом осталось лишь треть торговых точек. Особое внимание отдыхающим с ограниченными возможностями здоровья. Специальная раздевалка со специальным же диваном и поручнем. Новый настил, доски. Толщие расстояния между ними меньше. У самого моря пересадка на специальное кресло. Если нет сопровождающего, помогают матросы-спасатели. Путь к месту купания указывают в специальной табличке на набережной. Виталий из Оренбурга. На курорте уже примерно полтора месяца. Динамика есть? Да, ну и к морю подойти можно. И все. Месяц назад тут только вот, наверное, вот отсюда был. Все, дальше там не было уже этих дорожки. Анатолий ездит отдыхать самостоятельно на автомобиле. Он живет в белорусском городе Орша. Это Витебская область. Был проторенный путь в Крым, куда раньше давали путевку. Еще зимой спланировал поездку в Анапу. Оценить, как изменилась инфраструктура. Я уже столько повидал с 91-го года и в таких условиях жил, что для меня это сказка. Что можно везде подъехать. Ну, по крайней мере, жить можно самостоятельно. Даже вот одному колясочнику можно прекрасно прожить. Подготовительные работы практически завершены. Кое-где осталось натянуть навесы и наплеить указатели. Впереди рутина. Эту машину выпускают на пляж около пяти часов утра. Она поднимает верхний слой песка и просеивает его от мусора. Эту также для просева песка купили более десяти лет назад. Однако по разным причинам она стояла в гараже. Сегодня снова в строю. Парк тракторов обновили. Сейчас их восемь. Еще один в пути. Отдыхающие заметили перемены к лучшему. И это настроение теперь важно не упустить. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа регион.